Всем привет! Меня зовут Павел Поцелуев, и я большой любитель барбекю. Сегодня я хочу приготовить один из своих любимых отрубов. Это говяжья вырезка. И чтобы поднять себе настроение в такую дождливую погоду, хочу приготовить ее по-гавайски. Это особый рецепт с имбирем и апельсиновым соком. Делается он очень просто, быстро, и я уверен, что он понравится мне и, конечно же, моим родным и близким. Давайте начнем. И прежде чем готовить говядину, мы должны ее замариновать. Берем имбирь, примерно 2-2,5 столовые ложки. Снимаем с него кожуру и измельчаем ножом. Обожаю имбирь, мне кажется, с ним все блюда становятся еще более вкусные. Добавляем имбирь к нашей говяжьей вырезке. Также добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Мы это делаем для того, чтобы все ароматы между собой хорошенько перемешались. У каждого на кухне есть секрет. Есть он у меня. Это очень острая чили-паста. Добавим ее буквально пол чайной ложки. Но она совершенно преобразит наше блюдо. И сделает его еще более ароматным. Прям вообще на кончике ложки. Отлично. Также мы добавим 2 столовые ложки соевого соуса. И, конечно же, соль и перец. Как говорят все повара, по вкусу. В моем случае это парочку щепоток. И совсем немного черного перца. Хорошенько все перемешиваем и обмазываем нашу смесью говядину. Делаем это со всех сторон. Отлично. Оставляем в таком виде мариноваться ее примерно минут на 30. И пока говядина маринуется, приготовим с вами соус, в который мы будем окунать маленькие кусочки аппетитной говядины в конце. Готовить соус, конечно же, будем на гриле. С соусом совсем все очень просто. Открываем крышку гриля. Брикет у нас находится в зоне прямого жара. Прям сконцентрированный по центру. Это нам нужно для того, чтобы сок у нас быстрее выпаривался. Ставим сковороду. Как только она у нас нагреется, добавляем апельсиновый сок, тростниковый сахар, немного соевого соуса и яблочного уксуса. Прям буквально парочку минут ждем. Добавляем один стакан свежевыжатого апельсинового сока. Две столовые ложки соевого соуса. Две столовые ложки яблочного уксуса. И две столовые ложки сахара. Я добавляю на одну больше, потому что у меня чайная ложечка. Хорошенько все перемешиваем и выпариваем наш соус. Он должен превратиться в такой чуть более тягучий. Сейчас это просто яблочный сок со специями. Соус готовится примерно минут 20-25. Закрываем крышку гриля. Итак, пришло время посмотреть, как там наш соус. Слушайте, отлично. Он уже стал такой чуть более густой. Пришло время сдвинуть его в сторону и положить кусок мяса, чтобы они готовились у нас одновременно и мясо, и соус. И заметьте, сразу на одном гриле. В этом как раз и удобство барбекю. Когда у вас есть крышка, температура аккумулируется внутри вся и намного проще готовить одновременно два блюда. Сдвигаем сковороду в сторону, там, где у нас нет жара. Мы же будем готовить с вами закрытой крышкой. Та температура, которая будет внутри, ее будет хватать, чтобы соус нас еще чуть загустел. А вот в эту зону прямого жара мы с вами положим как раз вырезку. Большой кусок мяса, который мы с вами заранее замариновали. И прежде чем положить мясо на гриль, я вам все-таки рекомендую лишние специи с него убрать. В данном случае имбирь. Он уже выполнил свое дело, хорошенько дал нам маринада, вкуса. Если оставить его в таком виде, он, конечно, просто сгорит у нас на гриле. Поэтому руками счищаем его и оставляем просто на тарелке. И вот этот замечательный кусок мяса с ароматами соевого соуса и имбиря кладем в зону прямого жара, прямо над брикетами. О, характерное шипение, которое говорит, что мы сделали все правильно. Решетка у нас хорошо наколена, высокая температура. Посмотрите на этот густой белый дым. Это значит, что корочка у нас сейчас там образуется просто на 5 баллов. Закрываем крышку гриля и готовим мясо примерно 2-2,5 минуты. Потом перевернем на другую сторону. 2,5 минуты уже прошло. Давайте посмотрим. Кстати, видите, мясо не прилипло, потому что мы хорошенько смазали его маслом в процессе маринования. И это позволило нам остаться ему вот таким красивым, без подгорелости всяких и прилипания к решетке. Видите, тем временем соус у нас также хорошо выпаривается. Уже становится чуть более густой, цвет у него становится более такой насыщенный, глубокий, больше в темную сторону. Все, мясо мы обжариваем с этой стороны тоже 2,5 минуты с закрытой крышкой. А потом немного сдвинем его там, где у нас нету жара, чтобы оно спокойно у нас доходило в таком легком, свободном режиме, чтобы больше оно у нас не подгорало и корочка не пересушивалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, пришло время снимать мясо. Соус, посмотрите на эту красоту. Кстати, вот эти пузырики говорят нам о том, что соус уже такой карамельный, что лишняя влага выпарилась, и это будет прям концентрат вкуса. И вырезка, посмотрите, какой замечательный кусок обжаренного мяса на гриле, с такой румяной корочкой, такого красного цвета. И по ощущениям он, кстати, такой достаточно плотный, это говорит о том, что мясо у нас приготовилось правильно. Запомните, говядину нужно есть, чтобы она была розовая. И, кстати, вот гавайцы со мной точно согласны, в этом рецепте она должна быть именно таким. Поэтому снимаем мясо, кладем его на деревянную доску, чтобы оно у нас немножко полежало, отдохнуло, чтобы соки внутри равномерно распределились, и чтобы прожарка была у нас плюс-минус одинаковая, как в центре куска, так и сбоку. И, конечно же, достаем наш соус. Я сейчас возьму мисочку, такую стеклянную перчатку, и перелью туда соус. Посмотрите, какой у него цвет. У него такой прям немного даже морковный, наверное, можно сказать, отлично выпарился. Он сейчас еще постоит, затянется. Будет вообще красота. Переливаем соус. Закрываем крышку гриля. У меня сейчас осталось достаточно большое количество брикетов. Можно будет приготовить еще одно блюдо. Но это уже как-нибудь позже в другой раз. Итак, пришло время нарезать мясо. Самый приятный момент нашего рецепта, конечно же, это дегустация. Мясо у нас хорошо полежало, отдохнуло. Кстати, посмотрите на доску. Видите, на ней абсолютно нет сока. Это значит, что мы правильно мясо обжарили. Все соки сохранились внутри. Сейчас они обратно зашли в волокна, и это явно признак того, что уже можно его нарезать. Если бы у нас здесь была такая большая лужа сока, значит, скорее всего, мы что-то в процессе готовки сделали неправильно. Либо надрезали мясо, чтобы у нас посмотреть, какая же прожарка, что, конечно, не рекомендуется делать. А вот это идеальный вариант. Ну, посмотрите, говядина, как она и должна быть с соком. Очень аппетитная, очень сочная. Это прожарка, как в настоящем стейк-хаусе. Как сейчас модно говорить, медиум-рэр. То, что нужно. И самое главное, конечно, попробовать этот кусочек мяса с соусом. Пробуем. Очень необычное сочетание. Казалось бы, привычная нам говядина, но с таким ярким сладким апельсиновым соусом. Очень вкусно. Спасибо, что посмотрели этот рецепт. Готовьте больше, удивляйте себя, экспериментируйте. И, конечно же, близкие это оценят. Спасибо и хорошего настроения. Спасибо. 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 Спасибо.